Всем привет! Меня зовут Дарья, и вы на канале My World of Books. И сегодня я хотела бы с вами поделиться прочитанным за август и выразить своё мнение об этих книгах. Всего я прочитала за август семь книг, и в основном это продолжение каких-либо циклов. Первая книга, которая была мной прочитана за август, это «Дневной дозор» Сергея Лукьяненко. Также по данной книге была экранизация, и в книге рассказывается о представителях ночных охотников. Это оборотни, вампиры, тёмные маги. Они много веков противостоят силам белых магов. Так как понимают, что это необходимо для равновесия. И соблюдение данного равновесия необходимо поддерживать как со светлой, так и с тёмной стороны. И поэтому, если светлая сторона получает какие-то привилегии, то такие же привилегии должны получать и светлые. И наоборот. И данная книга рассказывает о том, что бывает, если какая-то из сторон получает больше силы, и к чему это приводит. И вторая книга — это «Королевская кровь. Горький пепел». Это девятая книга серии «Королевская кровь». Здесь вовсю идёт война, так как на королевство Туры вторглась из другого мира захватчики. И они хотят захватить этот мир, и как-то этому надо препятствовать. И теперь от каждого зависит, останется ли он свободен, или станет пленником и заложником странных существ. И третья книга — это «Железный король» Мориса Дрюона. Здесь показана Франция XIX века, когда правил Филипп IV, попроющий красивый. В это время он был неограниченным повелителем Франции, завоивал очень много владений и подчинил себе папство. И единственная сила, которая ему противостояла в это время, — это Орден Томплиеров. Но он всеми правдами и неправдами оклеветал всех членов этого Ордена. Много лет шли судебные стяжбы, но в конце концов все, кто возглавлял этот Орден Томплиеров, были казнены и сожжены. Но перед тем, как погибнуть, главный предводитель этого Ордена проклил Филиппа IV и всех его приближенных, кто участвовал в этих злодействах, на многие поколения. И сказал, что не пройдет и года, как сам король и его канцлеры обязательно умрут, и все потомство Филиппа IV будет проклято. И он сгорел после этих слов. Многие этому, конечно, не поверили, но... И постепенно на всех, кто участвовал в этом заговоре против Томплиеров, стали обрушиваться несчастья. Сначала умерли все ближайшие министры, а затем в конце умирает и король. И в дальнейшем на всю судьбу Фрэнса обрушиваются всевозможные несчастья, а все потомки Филиппа IV очень быстро сменяют друг друга на престоле. И четвертая книга — это «Королевская кровь. Стальные небеса». Десятая книга из цикла «Королевская кровь». Здесь продолжается история принцесс, их жизни и взаимоотношений друг с другом. Для каждой из принцесс уготована своя судьба. Но эти судьбы связаны таким образом, что каждый из них может повлиять на дальнейшую судьбу всего мира. И если каждый из этих сестер правильно себя поведет, то она в некотором роде спасет и людей в стране, в которой она живет. И пятая книга — это «Робин Хобб. Хранители драконов». И здесь рассказывается о том, что змеи, потомки драконов, плывут вверх по реке Дождевых Чешоб. Там они должны сплести себе коконы и, перезимовав, вылупиться великолепных драконов. Но время сыграло с ними злую шутку. Они слишком долго путешествовали по морям, успели состариться, многие по дороге погибли. И в результате, перезимовав, им не хватило времени, чтобы правильно развиться и сил для этого. Они вылупляются немного ущербными, не умеют летать, не могут сами добывать себе пищу, у них слишком короткие для этого лапы. И, естественно, это не способствует их хорошему настроению и улучшению их характера. Так как драконы сами по себе очень самонадеетны и высокомерны. А то, что они не могут существовать, как они привыкли, ведь все из них, они обладают памятью всех драконов, которые жили до них. И, зная, как по-настоящему они могли бы жить, это их очень озлобляет. Первое время люди, которые жили возле них, помогали им, но вскоре у них осталось очень мало пищи вокруг. Кормить таких озлобных существ стало для них опасно. Они придумывают план. Существует легенда, что если пора плыть дальше по реке, то тут земля, где раньше жили драконы и старшие, те, кто заботились о драконах. И вот они решают снарядить корабль и найти хранителей, которые будут заботиться об этих драконах, плыть с ними, помогать им добывать пищу и помогут найти эту обетованную землю и обосноваться там. Но так как, скорее всего, это будет путь в один конец, естественно, ищут людей, которые не обременны с семьей, и вообще их ничего не держат на их месте. И в итоге собирается компания людей, которые считаются дождевых чёбах-изгоями, так как они ещё при рождении обладали каким-то несвойственным людям уродствами, или когти у них были, или чешуя на лице. И обычно таких детей ещё при рождении, после рождения сразу убивали. Но, видимо, этих людей пожалели родители и оставили. Но они всё равно для общества были изгоями. Так вот, собирается такое общество людей, и отправляются они вместе с драконами в некоторый поход. У каждого хранителя свой дракон, и он должен о нём заботиться. Но неизвестно, что с ними случится по пути. Также к этим хранителям потом присоединяется некая девушка со знакомым. Она хотела изучать драконов. Но так получилось, что драконы спешно отправились в путь, и она не успевала их изучить, и решается с ними поплыть. И вот что из этого выйдет, доплывут ли они дальше в это место, найдут ли они место, где жили раньше драконы, и смогут ли драконы выжить, это можно узнать только из следующих книг. И шестая книга — это «Сумничный дозор» Сергея Лукляненко. Продолжение книг о дозорах. Здесь рассказывается о том, что стать иным можно только при рождении. Человек простой не мог стать иным. Но что случится, если кто-то найдёт способ изменить это правило? Получается, что дневному и ночному дозору придётся объединиться в поиске этого нарушителя. Ведь равновесие может быть нарушено. И это определённым образом скажется и на людях, и на самих дозорах. Ведь они могут быть обнаружены людьми, и это приведёт к странным и непонятным последствиям. И, наконец, седьмая книга — это «Арлические мифы» в пересказе Стивена Фрая. Автор в довольно задорной форме рассказывает нам о том, как шло становление, возникновение Вселенной, как возникли боги, как возникли потомки, как им пришла мысль, идея создать людей, к чему это привело и как возникали названия рек, озёр, гор, животных, растений и всевозможные истории взаимоотношений богов и людей, их странные и иногда непонятные отношения. Фрая удалось в довольно интересной, смешной форме рассказать об этом, как будто бы он сам при этом присутствовал. Но при этом он руководствовался известными источниками всех мифов. И я думаю, всем любителям миф-легенд понравится эта книга. Вот все семь книг, которые я прочитала за август. Не знаю, много ли это или мало, конечно. В основном это было фэнтези, но летом и не хочется читать что-то серьёзное. Для серьёзного и грустного, наверное, существует осень и зима. А лето — это время для расслабления, для хорошего настроения. И, наверное, оно не совсем предназначено для того, чтобы глубоко размышлять о чём-то и предаваться каким-то тяжёлым думам. Надеюсь, что вам понравились эти книги и обзор. Пишите, пожалуйста, комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Буду рада любому мнению. И до следующего видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»